Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня знаменательный день. Помимо того, что день влюбленных, 14 февраля, в этот день, 20 лет тому назад, был создан театр «ОК» нашими любимыми Еленой Греминой и Михаилом Угаровым. Этот спектакль мы посвящаем им, их памяти. Я много слышал об этом спектакле. Это легендарный спектакль. Я не знаю, что получится у вас сейчас. Извини, конечно. Прикол в том, что мы сами не знаем этот спектакль. То есть я его ни разу не видел. Кто видел этот спектакль? Так, встаньте и видите, пожалуйста. У меня была голубая мечта этот спектакль вернуть на сцену. Я много не услышал. И сейчас хочу его увидеть вместе с вами. Слово Игоря. Спектакль «Аляска». Нашего родненького Хибрана. Да почему ты говоришь, что мы имеем в виду? А ты скажи Рамиреса. Ну подожди. Нет, просто действительно, предыстория спектакля, больше 10 лет назад, первый раз мы с этой пьесой познакомились благодаря Михаилу Угарову, который каким-то образом достал эту пьесу вообще с другого конца вселенной. Лена привезла из Америки. И вот вы, наверное, спустя 10 лет сможете увидеть этот текст, потому что его по сути, кроме как в доке, нигде не ставили, он не был бы нигде заявлен. В Нью-Йорке, в Мексике, в Испании и в доке. Вот теперь да. И мы попробуем своим доковским составом, как говорится, в наших формах, в наших, по принципу наших, догм, таких условных, в чем пришли, в том и расскажем вам этот текст. Это наша Валентинка для вас. Да, вот. Так что, Ира, давай. Итак, пьеса мексиканского драматурга Хибрана Рамиреса «Записывайте портелы». Юра Аляска. Джимми, все еще любит. Мартина начинает любить. Мигель, больше не любит. Чего ты там? Я не знаю, что я нет. Чего? Чего ты сказал? Я не сказал, что. Ты вообще здесь зачем, ёпт, я тебе скажу? Что ты сюда, скажи мне, дорогой мой, ты сюда, ты слушай меня сейчас. У тебя есть что-нибудь такое важное, что... Мало ли, ты отгормишь. Подожди. Я сейчас с тобой разговариваю. Скажи мне, у тебя есть что-нибудь такое важное, чтобы хранить сейф? Скажи мне. Ну, я... Скажи, что у тебя такое есть важное, чтобы хранить сейф? Давай я сделаю как-то все вот так вот разговариваю. Вот именно что, у тебя ничего такого нету важного, чтобы хранить сейф, так? Просто ответь на вопрос, да? Вот видишь, это тупо, блядь, тупо. Тебе не кажется, что ты улыбаешься, тебе не кажется, что тупо продавать вещи, которые тебе лично вообще не нужны? Они вообще никому не нужны, посмотри на эти люди. Вот у кого еще такое важное, чтобы хранить сейф? Вот я сейчас все раз, блядь, скажи, у меня варь, у меня сейф есть, да? Ну, у кого-то, может, и есть. Тебе не кажется, что это тупо, блядь? Этот старик, он был идиотом, понимаешь? Он был идиотом, теперь ты идиот. Ты знаешь об этом, ты знаешь то, что ты идиот. Ну, ты не беспокойся, я же здесь. Я же здесь для того, чтобы защищать тебя. Мистер Гадинас стал. Работает. Мистер Гадинасов сын, мистер наставый, дебил, блядь, который не может налить себе пиво без гигантской шапки пены. Ты представь себе, здоровый дядька, блядь. Ну, ты знаешь, вот этих вот, припизданных. Здоровый дядька, косолапый, кривой рот у него. Вот, блядь, он не может координировать свои движения, ты можешь себе представить? У него волосы вокруг письки, а он косолапый, и у него, блядь, слюни постоянно. Можешь себе представить? Взрослый мужик. Я тебе отвечаю, у него сын дебил. Не может контролировать свой сфинктер и мучевой пузырь. И каждый раз гадит по себе, когда-нибудь, что-нибудь скажет, такой приятный, как собака, блядь. А жена Годиноса оболочит, сыночка, сразу в душ. Да, мистер Годиноса нет жены. Чего ты? Мистер Годиноса нет жены. Да ладно. Он просто, значит, прячет в подвале, чтобы их никто не видел, понимаешь? И едает им куски сырого мяса, вот каждые три дня. Понимаешь? Я тебе точно отвечаю, он дебил, он не может контролировать ни сфинктера, ни мучевой пузырь, блядь. Каждый раз гадит под себя. А жена Годиноса, волочит сыночка Годиноса в душ, каждый раз, когда он нагадит под себя. Не знаю, он мне нравится. Коему тебе нравится? Мистер Годинос. А ты серьезно, что ли? Да. То есть тебе нравится человек, который заперт в подвале, своему умственно отсталого сына, да? Серьезно? Тебе нравится такой человек? Слушай, мистер. Чего? Да место нам подходит, все нормально. Как ты можешь так говорить? Как ты можешь думать, что вот это место нам подходит? Мы что здесь с тобой? Ты посмотри. Как ты можешь думать, что вот это место может нам подойти? А? Мы здесь с тобой взаперти, как свиньи, целыми днями. Мы что здесь каждое, блядь, воскресенье ходим со своими женами, под ручку, в дорогое очаровательное кафе, да? Ходим. А потом в кино. Так что ли? Мы здесь взаперти, как свиньи. Где тишина? Где море? Тебе нет жены с кем ходить. А знаешь что, представьте себе такую ситуацию, да? Вот допустим, все будет вот абсолютно, блядь, здорово. Да? Вот абсолютно здорово. И вот в этом долбаном городе, каждый, блядь, в каждый долбанный дом, да? Каждый купит себе постиновый сейф. Вот, можете представить свою ситуацию? Да? Вот все взяли и купили сейф, да? И знаешь, что произойдет тогда? Знаешь, что будет вашим первым гостем? Нет. А я тебе скажу. Конечно, она. Конечно, она, твоя жена. Она придет сюда, она будет со своим засранцем маленьким ребенком за ручку. Она придет сюда, и она попросит в себя все, все, что ты ей должен, понимаешь? За все годы алиментов. Все, что ты ей должен, она будет высасывать из тебя, блядь, все до последней копейки. Все до последней капли крови. А потом придет твоя мамаша. Она придет сюда, и она потребует из тебя все. Все, что ты должен, и ты, и твой отец. И она, они прилетят сюда, они будут вытряхнуть из тебя все, твое последнее дерьмо. И ты останешься ни с чем, понимаешь? Как в первый раз. Нет, кто не знает, что я вернулся. Узнаю. Узнаю. Они узнают, и они прилетят сюда. Как комары, блядь. И они будут сосать твою кровь. И твоя мать потребует из тебя все, все, до последней капли молока, которую она вложила тебе в рот. Ёпты. И они будут сосать тебя, как большой рой здоровых жирных комаров. Почему мальчик должен быть засранец? Да потому что ему семь лет. И что? Ну семь лет, это самый страшный возраст. Ты что, вспомни себя. Семь лет. У тебя зубы постоянно выпадают. Ты все время ходишь. Вот да. Все время. Ну ты вспомни, да? Все же себя помнят в семь лет. Самый херовый возраст. У тебя постоянно зубы выпадают. Ты все время ходишь в какое-то сранье, в рванье, блядь, весь в соплях. У тебя ободренные коленки. Чего? Я не понимаю. Не, ну серьезно. Единственное преимущество в семь лет, это то, что ты еще ребенок. Твоя срань тебя так не волнует. Но когда они вырастут, когда они вырастут, они придут сюда, и они потребуют из тебя все. Они вытащат из тебя все твои последние деньги, все до последней копейки, блядь, цента, песок, как там, ёблядь. Все. Я не хочу обратно. Слушай, помнишь, как мы увидели это первый раз? Помнишь? Северное сияние, помнишь? Аврора Боряльевась. Ты прибежал ко мне, ты думал, что это конец света. Ты начал стучаться ко мне в коврик. Ты прибежал, ты стал орать, блядь, что это, что это, конец света, блядь. Я же спросил в месяц, в герц, что ли. Не, ну серьезно. Ты спросил меня, ты ко мне прибежал. Ты ко мне прибежал. Я точно знал, что это не может быть конец света. Ну, черт возьми. Вражде бен был тот мир. Для однорукого парня. Ты сам сказал, что это было бы хорошо для нас остаться тут какое-то время. Но ты можешь уехать один, если хочешь. Хочешь. Это же что-то я не понял. То есть ты хочешь, чтобы я уехал один, что ли? А? Ты хочешь, чтобы я уехал один на Аляску по себе, правильно понял? Мигель. Мигель, я что-то не расслышал. Но мы же друзья, правильно? Мигель, ты что, забыл, что ли? Ты забыл, кто мы был? Ты забыл, что ли? Ты друг, мы с тобой, блядь, соучастники. Ты мой брат, ты же мой брат. Ты забыл, кто мы, скажи мне. Ты хочешь, чтобы я уехал на Аляску один. Ты без меня, а я без тебя, так? Ты хочешь меня отделить от себя, я правильно понял? Друзья, это навсегда, ты слышишь меня? Скажи, что я твой друг. Мигель. Скажи, что я твой друг. Ты слышишь меня? Никто, блядь, никто, кроме нас двоих не способен помехать нас. За исключением нас двоих, ты понял? Гольф-клюшка. Посмотри на нее внимательно. Дышать нужно глубоко. И ловаться. Это расслабляет лицо. Когда кладешь медь в лунку, дышишь глубоко. Надо помнить, что ты профессиональный игрок в гольф. Того, чтобы с хорошего броска, чтобы мяч легко пошел с наибольшим количеством лов на зеленый. Выдвиньте левую ногу слегка вперед так, что ваша клюшка встречается с его точкой воздействия на максимальной стадии скорости на правую ногу. Таким образом, игрок является более открытым для контакта и получает наилучшие возможности для выполнения броска. Сейфы из Аляски. Сейфы из Аляски для хранения того, что вы любите больше всего. Только сегодня, в день торжественного открытия, вы получите скидку 20% на серию 0042. Встроенный сейф. Но это еще не все. В сейфе из Аляски. Просто посмотри. Не рисую. Почему? Не рисую. Ну, посмотри просто эти, просто прилагай посмотрите, что-то сразу. Вот так. Помимо всего прочего, вы получите еще точно, абсолютно бесплатную копию часов роликов. Красиво. В сейфе из Аляски. Да ладно. Послушай. Слышишь? Ты какой-то? Угу. В сейфе из Аляски. Сейф из Аляски. Удовольствие для ваших ценностей. Гроза для воров. Сейф из Аляски. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Хорошо. После полудня. Мне нужен сейф. Да. Что? Просто, что вы ищете. У нас есть маленькие, большие, коммерческое использование. Нет. Не один, небольшой. Да. Что? А вы там хотите сохранить деньги, драгоценности, ценные бумаги? Ну, для того, чтобы, да. Что? Секрет. Что? Что? Спрей от комаров. Что, блядь? Не знаю, что такое спрей от комаров? Нет, я просто подумал, что вы хотите сохранить спрей от комаров. Я воняю спреем от комаров. Воняет. Я могу уйти, потому что меня часто выгоняют. И вас сейчас магазин провоняет. Я уйду, потому что меня выгоняют часто. Я знаю. Вы не пахнете плохо. Не надо мне рассказывать, ложим господи. Чем я пахну, я все равно не возьму второй, понятно? Я возьму один, потому что мне нужен один. Я никогда не беру на то, что мне не нужно. Это понятно? Даже если вы мне расскажете, что я пахну розами. Мне нравится ваш запах. Так, дайте мне один небольшой сейф. Хорошо. Самый дешевый. Да. Что да? Вы рекомендуете или что? Вы продавец или кто? Да. Я думаю, что C32B с двойным замком и двойной комбинацией будет хорошо для вас. Дорога. Зависит от того, что вы собираетесь в нем сохранить. В смысле, если я в нем собираюсь сохранить спрей от комаров вместо кольца, а у меня, кстати, есть с бриллиантом, то он что, у вас получается дешевле? Смотрите. Да. Мне нужен сейф, да? Для того, чтобы сохранить в нем секрет. Да? Маленький, небольшой. Да. Если я рассказываю, в чем секрет. Секрет, блядь, перестаем. Логично. Дай самый дешевый, который у тебя есть. Хорошо. Деньги потеряла. Хороший сейф? Оно только маленький, но ворс не возьмет, уйдет просто. Ну он же не знает, что внутри. Ну ладно, если ты мне скажешь, что он того стоит, я возьму за тридцать. Хорошо, гарантированно. Спасибо. Пока. Вау. 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 Слушай, а что ты так манялись? Что за боль такая? У нас атакуют тумары, что ли? Легенды. Ну что, значит, верну свою тропическую важную доку, да? Че, покупатель, что ли? Ну да, покупатель, 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 покупатель. Ты че, совсем идиот, что ли? Псих, что ли? Зачем используешь столько инсектицида, блядь, или как? Инсектицида. Инсектицида, наверное. Че, блядь, женщина-придурок, что ли? Это вообще кто это? Женщина или мужчина? Кто это? Человек. А, ну я понял. Женщина, блядь. Он, наверное, имеет сына дебила, да? Не, ну серьезно, вот против таких сучек, вот комары придумали защиту от реперентов. Против такого количества реперентов. Просто уже невозможно даже никуда скрыться, чтоб тебя не проткнул комар, да? Ну да. Да? Что ты, наверное, такой веселый? Чего ты смеешься? Ты переключись немного, вот смотри, он видишь? Он видишь сидит в очках? Да. Вон видишь? С усами. Короче, я сейчас был в баре, хочешь тебе рассказывать? Доктор Гривз, Хван Гривз, вот у него написано доктор. Он сказал мне, что у него медицинское образование, сейчас он продает ковры, он так мне сказал. Так вот, прикол в том, что вот доктор Гривз, он мне сказал, что у него жена сплошной жир. Он мне сказал, короче, он имеет два языка. Один поверх другого. И жена у него. Серьезно, а что бы ты сделал, будут у тебя два языка? Что надо сказать? Ну, что бы ты сделал? Где бы ты что-то? Вот, а я думаю, что он вряд ли польстился бы на Тома Коваров. Да, я думаю, что его вполне устраивает. Вот два языка и толстая жена, блин. Что ты такой веселый? Я недавно так не видел. Паша, дорогой. Нет, нет, нет. Что ты такой веселый? Что происходит? Что-то случилось или что? Нет. А? Нет. Что ты? Что произошло? Я сегодня, ну я шёл, шёл, внёс в сейф, потом в сейф. Аааа, блин. Что, Бат, ты что хочешь сказать-то? Я не понимаю, что, Бат, ты что? Ты уронил сейф под ноги покупателя? Да. Слушай, парень, ты, блядь, я же тебе говорю, пользуйся своей вот этой второй рукой, протезами. Не пользуйся, всё будет в надёжных руках. Это даже для подрочечек. Или давайте вторую для одинакового отрежем? Давайте отрежем для одинакового. Ну что ты сам делал, я пошутил. Сколько сейфов ты продал? Десять. Сколько? Какие? Тебя промоушен на один лохманишь. А что, вы продали один сейф, что ли? Десять промоушен, один лохмалит. Десять. Слушай, я тебя прошу, не пускай сюда никого, кто туда воняет, ладно? Я тебя прошу. Не пускай сюда никого, у кого столько репеллентов под подмышками, понимаешь? Она что, серьезная? Она псих, что ли? Она как больная курица, закидывает голову, у нее нет литей, да? Ну да. Женщина-придорок? Да. А зачем ей сейф, ты вообще спросил? Нет. Что она собирается в нем хранить? Да. Мне надо знать. Знаю. Слушай, ну ты же спросил у нее, зачем ей сейф? Что она собирается в нем хранить? Ты же у нее спросил, правильно? Я же тебе как спросил, когда тебе сейф нужен, человек не спрашивает, что он собирается в нем хранить? Я же тебе так говорил всегда. Микель, ты спросил у нее, что она собирается хранить в сейфе или что? Секрет. Микель. Микель. У меня сейчас такой секрет. У нас между тобой и мной нет секретов никаких. У меня она сказала, что секрет не я. Женщины просто беда. Почему? Ты что, забыл что ли? Послушай. Женщина беда. Не могу жить с ними, не могу жить без них. Ты забыл? Мигель, Мигелюшка, сынок, ты забыл? У Аляски женское имя, помнишь? Ты забыл вот это, вот как ее звали? Как ее звали, которая тащила тебе вот эта эскимоска, она тащила тебя, она же хотела нас, помнишь, она хотела? Она готова себя было рыбу туда запихнуть, чтобы быть с нами, с тобой, помнишь? Она тащила тебя специально, а ее муж, помнишь? Она специально это сделала, помнишь мужа, который пиздил тебя, он хотел тебя убить? А ты ничего не делал, ты ничего не делал. Если мы узнаем, что мяч потерян в пересеченной местности, мы должны просто попытаться исправить ситуацию в будущем практичным. Лучше потерять ход, вернуть мяч на сторону фарватера без принятия чрезмерных рисков. Чтобы сделать это, мы выбираем высокий устюг размещения, мяч под правую ногу, при этом без на левой ноге. Мы берем меньшую клюшку, чем обычно, для этого закрыл позицию и держать его в игре. Женщина придурная. Что это вообще? Доктор Лис, сделайте. Здравствуйте. 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 У меня не помните, я у вас была дня два назад, у меня еще такой запах похожий на конец света. Заткнись! Такой на конец света похож. Это репеллент от кумаров, не помните? Добрый день! У меня сейф, я у вас брала два дня назад, он, кажется, не работает правильно. У меня сейф не работает, я у вас его купила, у меня чек есть. Проблема с сочетанием цифр? Нет проблем, не знаю. Работает замок? Нет, работает, да. Я думаю, знаете, я думаю, что мой маленький, так сказать, секрет, он немножечко не подходит к сейфу. Да. Не входит, не подходит к сейфу. Что-то не входит. Я думаю! Извините, у меня просто иду так. Сейф маленький для вас. Короче, хотите пойти поесть со мной мороженое? Нет, 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 нет. Может, посрать, пожалуйста? Слушайте, извините, пожалуйста, я, простите, я сказала вам не поесть мороженое, потому что я люблю мороженое, от чистого сердца, просто я люблю мороженое, поэтому я вам предложила съесть порцию со мной. Если вы там, вы меня слышите? Если вы не хотите, мы можем пойти, извините, вы там вот так в туалетесь? Хотите, мы можем кофе там пойти, я вам, конечно, кряпку всуну в нос, потому что я чувствую, как от меня воняет, поэтому я вам сделаю у меня есть с собой ватки, или вы думаете, что я шлюха, наверное, да, которая от вас чего-то надо, у меня так бабушка, у меня так бабушка, она так всех называла шлюху, не меня тоже, нет, я не, тогда репевенты, это вообще прекрасно, я не имела в виду, потому что я не собираюсь вас там целовать, нет, я вообще не имела в виду, потому что вы сами, тогда тоже, я сейчас не надо, пожалуйста, думать, потому что я вообще с ней думаю, я, потому что я ночью думала и не очень долго, я спать люблю, потом на работе тоже, короче, я решила, что не надо хвастить долго, надо просто взять и сделать, вот, мне бы не очень хотелось, чтобы вы вот там сейчас здесь что-то стояли, потому что, только не надо меня бояться, пожалуйста, это вот меньше, на что я рассчитывала, я хотела в кино, например, ну, я в любом случае пойду, я, короче, в любом случае пойду, потому что я собиралась, нет, мне бы хотелось, чтобы вы что-то как-то сделали, да, но, ладно, я, наверное, я пойду, нет, да, я все-таки, знаете, иногда бывает такое, что вы просто не можете объяснить, мне очень надо, чтобы говорить с кем-нибудь. Пойдем. Да, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь. Вы не любите, да, мороженое, значит? Долгая история. Понятно. А что? А это вас не делает больно? Что, мороженое, что ли? Нет, я. Ну, мой запах. Я могу отойти на двух метрах и двигаться, я знаю, привыкла, у меня такой, нет, хорошо. Мне нравится твой запах. Да ладно, ты меня, наверное, вообще считаешь, что я идиотка, которая помешалась на спреет, комаров, там все такое. Я вообще ни о чем не думаю. Да ладно, ты дурак, что ли? Подожди, извини, я не имею в виду, что ты дурак. Я вообще считаю, что если человек ни о чем не думает, то он как бы считается идиот, там, нет, все, не ты. Ух, обрызгай тебя. Носки, что ты брызгаешь? А где комар, кстати? Комар. Собак репеллента похож на Верокрус. Да? Да. Ты из Верокруса? Комар. Там никогда не было. А я думала, ты там хорошо потусовался. Там партовый город со шлюхой. Не знаю почему, но мне кажется, что Верокрус пахнет как репеллент. Вы понимаете, а объяснить не можете. Ты заметил, ты вообще не заикался, да? Что? Извини. Ну, я просто тебе, извини. Я просто, мне нужен репеллент, потому что у меня аллергия на комарины покусы. Они у меня в детстве все время всегда кусали. Я маленькая когда была, девочка. Я была маленькая девочка. И у меня лицо так раздувалось все время, как будто бы красный шар. Я такая маленькая, и лицо такое, как красный шар. Я такая ходила, и людей просто пошли, когда я не видел. Стена! А, извини. И у меня просто аллергия, да? И поэтому мне нужен инсектицид, потому что они мне в детстве кусали. И у меня, конечно, тяжелое детство было. Все время сидела накусы, на этими комарами. Я не знаю почему. А я теперь грузду себя. Такая история. Я бы не стал шутить. Да нет, что, шути. У всех есть вещи, которые можно шутить. У меня нет. Окей. Извини, это очень идиотно. Смешено. Прости, пожалуйста. Я вообще по-игеонски пошутила. Прости. Извини, но у тебя же ее нет, поэтому я не могу делать вид, что она есть. Поэтому я тебе рассказала про инсектики. Тебе, может, вообще было неинтересно. Но я же не могу делать вид, что мне неинтересно. Но мы можем... Вот знаешь, мне бесит, когда люди разговаривают про то, что им вообще неинтересно. Разговаривать сюда про хуйню какую-то. А я спрашиваю про то, что интересно, но если тебе не обязательно, то ты не должен мне ничего. Ни-ни-чего. Вообще. Поэтому давай будем разговаривать про, там, кино, например. Хороший сейчас этот фильм смотрел. На Аляске. Я потерял матч, моя рука на Аляске, на корабле. А, круиз? Нет. Нет. Рыбалка. Резка. Ненавижу. Ненавижу. Долго рассказывать я не буду. Я тоже поняла, что вы не... Долго... Я поняла. Ты рыбалил на корабле. На судне. Зарыбалил. Треска. Заснула. Треска отъела твою руку. И... Все, ты не любишь треску, а руки нет. 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 Вода попала внутрь моей перчатки, и рука, блин, нахрен... Отвалилась? Отморозилась. Умерла. Отморозилась. Отморозилась. Поэтому ты мороженое не любила. Джо Соломо в обеих. Вы просили Джо Соломо. Вы просили дворянную. Лимон, да. Масхера может мир, а? Масхера может зима. Исчендр на Father? Исцендр на Father? С spoiled MAN. Масхерт рөөn дөөөн дөөөн Исчуна ищара помо. Мерала. Изан gue operал. Капио говорят.. Капио говорят.. Для Competition.. Капио говорят.. Посậtік лунья. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А потом я пошел в кино Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так или что? Или у тебя какие-то проблемы с этим? Я хочу познакомиться с твоей девушкой, серьезно. Давай, давай, приведи ее сюда. Я хочу с ней познакомиться. Я же твой друг, я единственный человек, который может тебя защитить. Она что, алкоголическая что ли? Нет, я пустая. Ну а что, приведи ее сюда, мы могли бы втроем все вместе делать всякого родного рода вещи вместе. Ну если она твой друг, она же может быть и мая. Приведи ее сюда, я хочу познакомиться с твоей девушкой. Она же моя девушка? Как? А, твоя девушка? Да. Твоя девушка? Да. А что ты знаешь о бабах? Скажи мне. Что? Не, ну что ты знаешь о женщинах? Вот просто мне объясни. Ты вообще, что ты знаешь? Что ты можешь знать о бабах? Объясни мне. Тебе мало твоей страшной жены и засранцы ребенка? Вот скажи мне. Не, моя жена. Как она, еще раз, как ее зовут? Как она выбьет? Как ее зовут? Я тебе не помню, как ее зовут, скажи мне еще раз. Мартина. Март, давай приведи ее сюда к нам. Я хочу с ней познакомиться. Я хочу познакомиться с твоей девушкой. Что ты? Давай приведи ее к нам. Я должен ее проверить. Я единственный человек, который способен тебя защитить. Приведи ее к нам. Это не очень хорошая идея. А что ты боишься? Ты что думаешь, что я буду трахаться сразу? Или ты боишься, что она узнает, что ты идиот? Или ты боишься, что она все может узнать? maybe you would not go You just like a nation Your skin makes me peace You fly like a feather I'm beautiful Такому другому я выбрали все в театр. Там писал и десフ You make sure You so very sensational Но я свободен Ты знаешь, Бейла? Я не могу, но я свободен Я не могу, но я свободен Титаник? Не получилось? Я не могу, но я не могу Я свободен Меха У меня никогда в пини Я могла бы повернуть Здравствуйте. Это по работе с мамочком. Извините. Забор покрась себе. Ты кого привела, что бухает что-то? Нет, я так. Дай ты гурить. Ты сидишь, дай ты гурить как-то. Ты видишь, король сложный. Это джинс. А вы давно здесь живете? Ну, я вижу, полиэтиленторы еще не ходят. Шесть или семь месяцев. О, да. А познакомились с Нарязкиным? Нет, мы познакомились вот здесь вот. Там есть стрип-клуб, там стрип-клуб. Да? Да. В стрип-баре. А ты посетитель стрип-бара, любовь моя. Моя. Отзывай меня любовь моя. Ну, хорошо. А она красивая, да? Кто? А вязка? Это похоже на конец Света. 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 Ира. Олег. 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 Мы были на северо-востоке в точке надежды. Знаете где это? Понятия не знаю. Мы выехали из спорта рано утром и оказались в открытом море. Не так ли, любовь моя? Не хочу об этом говорить. Игорь, просто плохой рыбак, он часто бывает слабый. Ага. У меня такие же волосы, как у вас. Ух. 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 А чего это? Ух. 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 Наверное, Мигель должен очень сильно вас любить, Матильда, Мартиза, Мартиза, чтобы выносить такой западный, не правда, как мы собираемся вот это вот, как мы будем так жить, что это, я не понимаю, как вы можете выносить вот эту воню, правда, мы что собираемся здесь вот жить всю нашу оставшуюся жизнь с открытыми окнами, блять, ладно, это я так пришел, растопить лед Чем же вы занимаетесь, Матильда? Я контроль качества Контролируете качество, качество и пили? Нет, я на, я провожу по утрам, глядя на Тупервер, да, Тупервер, да Я смотрю просто близко, правильно, с вологи, чтобы цвета, помялись там, деформации, плавают на пластике, как на зоне Все, что плавает, башка, там Да, я на конвейере два часа заработаю на стекло, на стекло тоже, ну что вы поняли Ой, извините, извините, я провести хочу Это вообще-то, Мигель, ты вот не пропусти вот это вот, да, это не по правилам вообще Да, кто бы говорил Вот именно, да, просто есть вещи, которые нас с Мигелем уже не особенно-то волнуют, знаешь что Потому что там, на Аляске, с постоянным риском замерзнуть доску, ты понимаешь, вот там, блять, уже не до этого всего Чем ты хочешь нас удивить, ты хочешь чем-то? Да? А что, Мигель уже рассказывал вам, Мартина, о нашем общем умственно отсталом друге Орли, а? Живи Нет, он мне не рассказывал, не надо, я не хочу знать А что? Почему? Ты хочешь знать Ты хочешь знать Ты хочешь знать, я же вижу по глазам, что ты хочешь Я не знаю Я же вижу, что ты хочешь Я? Да Так вот я тебе расскажу одну историю, это забавно Короче, Орли, это был такой умственно отсталый сын миссис Герсон Да, она была к нам очень мила, она готовила нам в общежитии, где мы жили В общежитии жили? Я тоже Ну вот Когда Мигель потерял руку, он должен был какое-то время оставаться в постели А Орли был такой, знаешь, такой наш косолапый друг У него было две левые ноги Две левые ноги, представляете? Да Вот И он ими в футбол играл У него мячик все время летел в левую сторону Ну так или иначе куда-нибудь, ну в левую он точно мог попасть Конечно, мы его ставили в ворота Он не мог комбинировать вообще свои движения Это не более базовое Вот я не знаю, как это произошло Я не знаю, как это произошло Че? Ну просто в какой-то момент Когда я зашел в номер Мигеля Я увидел Че? Че? И вот я не знаю серьезно, как это произошло Но просто в какой-то момент он снял с его штаны Серьезно Он снял с его штаны А потом снял свои штаны Он просто вставил, выдернул, вставил, выдернул Вставил, выдернул Вставил, выдернул Ну А тот ничего не мог поделать с этим Он просто смотрел в стену И ничего не мог с этим поделать Привод достижения большей точности Ваш привод Важно, чтобы представить результат Качели Точное место, где вы хотите Мяч на землю Чтобы сделать это Важно взять все время, необходимое для Выстрелом Чтобы чувствовать себя в определенном сопротивлении Когда мы начинаем замах на вершине И прямо на спаль И последующая на спаль Следовать путем Цель в том, чтобы сопротивление победить Сохраняя во всем ее разгале Че? Мартина? 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 Он мой друг, понимаешь? Он мой друг, я беспокоюсь о нем То, что с ним произошло на Аляске, это был конец света Мигель, он хрупкий, он не справится Серьезно, если с ним произойдет вот это снова, я не смогу его защитить Он хороший, но с ним иногда происходят какие-то вещи очень важные, понимаешь? Ну, такие не очень хорошие вещи, которые ты должна знать Ну, не переживай, Микель сам сможет о всех заботиться Мы бежали с Аляски, нам удалось выжить, понимаешь? Просто ты должна знать кое-какие вещи, прежде чем сделаешь какую-нибудь хуйню Вот и все Да я обожаю тетку, и не Да? Че, правда что? Ты же ходишь Че? Да я вижу, что ты ходишь Ну, наверное, не поставила Ух ты Ёба ты Так Ладно Ну он же не сказал, чтобы я у него ни о чем не спрашиваю Он же тебе сказал, потому что я спешил Не спрашивай меня ни о чем А вот это, вот это, вот это, и моим любимым Понял? Ты даже в это не вмешивайся, сынуля Есть вещи, которые ты должна знать Есть вещи, важные вещи, которые ты должна знать А, так он мне скажет, ты тебе ищет Тогда тогда захочешь Если бы ты не хотела, ты бы сюда не пришла Все женщины любопытные, они же все хотят знать размер, правильно? А? Эгель Смотри, она меня хочет Че ты? Че ты? Ну? Че, че, подожди Что ты хочешь? Я хочу тебе объяснить Ну так объясняй Что Мигель не для тебя Да? Вот и все Есть важные вещи, которые ты должна знать Ты бы сюда не пришла, если ты не хотела знать Ты мне сказал важное сказать Важное 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 Есть важные вещи Я вижу, что это очень важные вещи Давай-ка мне Покажи мне важные вещи Мне очень интересно Мне любопытно, блядь, узнать размер Ты такой знаток, я из женского поведения Ты меня зачем сюда позвал? Я не поняла Это очень важные вещи, которые ты должна знать Мигель Хорошин У него есть жена Поняла меня? Он женат У него есть сын Она может заявиться сюда в любую минуту Под ночмом воняет сильно Чтобы хочется ее видеть Она пока не знает, что он здесь, но она узнает Я тебе гарантирую Ты понимаешь, что он придурок Он больной на голову С ним нельзя связаться Он дурак Он дурак Он пытался топиться в ванной Все правильно Жена его бросила Потому что она была уверена, что он идиот И она была права Тихо, чего ты? Ты плачешь что ли? Нет Ну все, все Нет, не надо Не надо плачать Да подожди ты Ну что ты плачешь? Не надо и не плачь Ну все, все, все Спасибо, все Спасибо, что ты мне рассказала Это очень важная вещь Это очень важная вещь Это очень важная вещь Которые не имеют ко мне Никакого отношения Мне похуй, понял? Я не хочу Сука Я сейчас объясняю Ты пойми Я не хочу делать больно Ни тебе, ни ему Аня, как поплакать Хорошо Я тебе сказал Я не... Но ты должен сделать больно Я не хочу делать больно Ты вообще ничего не знаешь Ни обо мне, ни о Мигеле Расскажи мне, что я должна сделать Станцевать хочешь Не танцую Я тебе сказал Я тебе сказал Ты не знаешь вообще ничего Вот я бы хотел Чтоб ты видела Как весит мне экипаж Как Орник Хосе Передас Как Марка И еще этот дебил Который не мог двух слов связать Все они, сука Хотели его там На экипаже Руку ему нахуй Чтоб не дергался Поняла меня? Они все слюною сходили Вот я бы хотел, чтоб ты это увидела Ну ты пидор, конечно Чего нам тут пидор? Сама ты пидораска Поняла меня? Да ты опасная Сама ты пидораска Ты опаснее, чем Мигель Ты реально похож на серийного убийца Пошла вон отсюда Я уйду А ты придешь ко мне ночью Ты придешь Ты убьешь меня? Молотко Я приду к тебе Я вытушу твой волючий мозг Я намотаю тебе кистина Я тебе отзабила Ты любишь меня отзабила? Я тебе сказал Я приду Я тебя предупреждал Потому что ты убийца Убийца это ты Убийца это ты Забись! Ты убица Ты убица Ты убийца Послушай меня Тебе нужно завести девушку Понимаешь? Ну послушай меня Чтобы она тебя за ручку Да? Ты будешь моей девушке Идите Ты бы очень хотел Ты бы очень хотел Ну хуй тебе Потому что у тебя глаза бегают Как будто ты реально серийный убийца Я не пойду Я тебя предупреждал Я тебе сказал Я тебя предупреждал Ты так себе девушку не заведешь Убийца Подожди Сейчас Убийца Убийца Это будет потех Ясно Так Просю Профессор А где бы ты хотела быть? Что значит где? значит в каком месте земного шара ты бы хотела чуть-чуть а я бы хотела знаешь вот так вот берешь колбас так крутишь его а потом тыкаешь своему пальцем закрытыми глазами бас открываешь глаза ты уже там где у тебя пальцы пол я никогда сюда не ела представляешь я отсюда никогда не ела я все время хотела ну как же я обнималась стучат на гуку будет и так просто представляешь бац открываешь глаза а ты там где-нибудь где ну где ну где рекламу пива обычно снимаем почему бабушка называла тебя шлюхой с тобой первый раз встретились ты сказал что бабушка называла тебя шлюхой я хочу знать почему нет я просто хочу знать почему тебя твоя бабушка называла шлюхой окей я тоже хочу знать некоторые вещи обещал блять это что такое вообще я тебя ни о чем не могу спросить а ты меня спрашиваешь о чем угодно это как называется что ты хранишь в сейфе что я говорил что ты видела его в парке ты пыталась его поцеловать это правда ты серьезно веришь этой свиньи ты веришь этой свиньи мне все рассказал он мне рассказал про ворника про этого жусе перегаса про кучу других парней мне вообще все про тебя рассказал я не поверила надо было надо было сможешь лиц этой правда если я скажу да я до того как тебя встретил вообще ничего тебе не знал он на тебя смотрит как ревнивая жена он все время на тебя смотрит посмотри посмотри как он тебя смотрит пыталась поцеловать джиме ты как думаешь нет ты как думаешь как вы встретились с ним в парке не набрал мне сказал что-то важное сказать мне тупо набрало все что он тебе говорит я понимаю давай вообще-то на палец Серьезно? Давай, давай, давай сделаем. Только не заикайся, давай сделаем. Просто берем и сфиксуем. Надо говорить с Джиммером. Джиммер, он тебя, блядь, никогда не отпустит. Он же тебя влюблен. На, смотри, как он на тебя смотрит. На, посмотри, блядь, как он на тебя смотрит. Это твоя ревнивая жена. Он влюблен в тебя. Он тебя не отпустит никуда. Понимаешь, я никогда не смотрю на него. Я использую гольф. Всегда играю в гольф у себя в голове, когда что-то идет не так. Понимаешь, Джиммер, он забрал меня оттуда, когда я потерял все. и оберегал меня там. Лучше, чтобы я тебе все рассказал. Есть вещи, которые вы не делаете для людей, которых вы любите. А иногда вы просто не можете помочь тому, кого вы любите. Мортина, ты самое лучшее, что случилось в моей жизни. Отжимем в прошлом. Я хочу, чтобы он уходил. Я хочу, чтобы он ушел. Я хочу, чтобы он остался в прошлом. А ты знаешь, что ты меня вообще не слушаешь? Шлюх. А потому и мы знаем почему. Я тебе что сказала? Я тебе сказала, что моя бабка называла всех женщин шлюхами. Это что значит? Это значит меня, мою мать, мать Терезу, принцессу Диану, кошку, соседку. Все. Все шлюхи. И ты шлюху. И ты шлюху. А ты думал, я одна, да, шлюху? Да. Ну, стала деревня шлюхова. Мартина. Что? Что ты держишь в этом ящике? В каком ящике? В сейфе. Все 32 без двойным замком и двойной комбинацией. А, все 32? Я храню ничего. Там что-то есть. Что-то? Один раз тряхнул, и там что-то. По-тряскому не могу. Ну, не могу не человек. Просто надо знать, понимаешь? Так, слушай меня, я его купила, чисто чтобы с тобой познакомиться. Просто чтобы познакомиться, я купила сейф. Мне не очень-то хотелось. И там, я не знаю, я не помню, гулкусь какая-то. Я там ничего не провязала. Время и все. В смысле это не время? Я тебе сказала, я его купила, чтобы познакомиться с тобой. Все. Что ты хочешь? Я же рассказал тебе твою историю. Ты мне веришь вообще? Ты мне веришь? Ты веришь мне? Не заикаться, Мегель. Просто скажи да или нет. Ты веришь мне? Нет. Я тебе сказала, что я ничего не храню там. Мне сложно, да? Мне поверить? Не надо. Я вообще ничего. Я ничего не храню. Все. Хорошо. Ты знаешь, я сейчас был в баре. И я там снова встретил этого. Доктор Грис помнишь? Помнишь? Врач и толстая жена. Помнишь? Так вот, доктор Грис, он был очень грустный. Ему было очень грустно, что жена больше не хочет, чтобы он ее деловал. Она говорит, что от его второго языка у него, ну короче, у нее жжение в области живота и она просит, чтобы он больше ее не целовал. Тогда доктор Грис дает ей снотворное, чтобы она спала, а потом лежит всю ночь. Разве он не приятно? Ты знаешь, я подумал, но в принципе это же нормально, что у Мигеля появилась девушка, правильно? Да, это же хорошо, что у Мигеля ты завелся пить девушку. Да в конце концов, это хорошо, что не парни, да? Ну я подумал, может быть мы могли бы все втроем, вместе пойти в кино. Я взял билеты в кино. Мы можем начать, ну как-то, да? Все вместе. Ты, я и Мартина, это же отличная идея, нам же надо идти, двигаться дальше, правильно? Молодец. Я угощаю. Или ты наконец поймешь, как сильно от нее воняет. Мы не можем больше это продолжать. Как-как? Да. Будем друзьями. Мы и так друзьями. Мы и так друзьями. Мы и так друзьями. Ты не хочешь быть моим другом? Да. Нет. Ну, не так, как на Аляске. Понимаешь? Не понимаю. Я и Мартина, мы уезжаем. Так. То есть, в кино мы не идем, я правильно говорю? Да? Бери себе все. Мне это вообще ничего не надо. Мне вот это, вот эти сейфы, у меня они нахуй не нужны. Я есть только ради тебя. Бизнес принадлежит нам обоим. Ты что, еще не понял, что ли? Я здесь только ради тебя. Мне не нужен этот бизнес. Просто я не совсем понимаю, ты мне говоришь, что ты не хочешь быть моим другом больше или что? Я хочу сейчас. Послушай, ты, послушай, ты, ты влюбился в девушку, которая лезла целовать меня. Она со мной... Послушай, ты можешь сейчас вот посмотри мне в глаза, посмотри мне в глаза и скажи мне, что ты ее любишь. Вот скажи мне, ты уверен в том, что ты ее любишь? Ты же сам сказал, она же вонючая шлюха. Понимаешь, вот вонючая истеричка. Ты правда ее любишь? Я и Мартина, мы увещаем. Подожди, я не понимаю, ты серьезно мне говоришь, что ты больше не хочешь быть моим другом? Она лезла целовать меня и после этого ты мне заявляешь, что я приглашаю тебя и твою девушку в кино. И ты мне говоришь, что ты не хочешь быть моим другом? Я не ослышался? Я тебя правильно услышал? Блядь, что ты заладил? Уедем? Куда вы уезжаете? Я не понимаю. Ну что значит, что уедем? После всего таком, когда я тебя вытащил, я тебя спас, где ты столько гнил в этом доме, ты мне говоришь, что ты больше не хочешь быть моим другом. Я и Мартина выезжаю. Я ожидал, что могу и так неблагодарен. Да. Ты просто все забыл? Нет. Серьезно? Ты все забыл? Нет. Я прошу тебя пойти со мной просто в кино. С тобой и с твоей, сука, девушкой. Ты мне говоришь, что ты не хочешь быть моим другом? Блядь, как это как? Это как? Я что? Мы же с тобой партнеры. Это бизнес. Это была твоя идея. Притащить нас сюда, блядь. И после всего того, что я сделал для тебя, ты мне говоришь, что ты не хочешь быть моим другом? Блядь, это так нельзя. Ты понимаешь, что это так не делается? Если мы партнеры, мы должны доверять друг другу. Но я тебе столько докажу. Я тебе докажу, что я продолжаю тебе доверять. Понял меня? И что, когда вы уезжаете? Может, ты за один или два дня? Сегодня вечером мы пойдем в кино. Втроем. Не надо, не надо. Это будет как праздник. Это будет прекрасно. Да. Ладно, точно. Хорошо. Пойдем в кино. Я люблю ходить в кино. Я вообще очень люблю отмечать. Мы пойдем в ресторан. Очень хороший ресторан. Мы можем это все отметить. Ты, я. Шлюха. 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 Хм. Шлюха. Шлюха. Плохо играешь. Плохо, любовь моя. Ой. Смотри. Это не моя вина. Сейчас водой пройдет. Назаваем это любовь моя. Ну мы же не можем так суждать. Наверное, меня никто не дает и очень хорошо играем. В целях достижения большей точности ваш привод, чтобы важно представить результат качели, точное место, где вы хотите мяч на землю. Чтобы сделать это, важно взять все время, необходимое для... Я захватываю гольф-клуб с большей яростью, чем техника, как я хожу по джиме. Направление моей шаги, фирмы прямой, как стрела, и взгляд гвоздями к своей цели. Я опускаю клюшку, яростно на затылок джиме, на затылок джиме я слышу звук, сухой, грубый и подавляющий. Блокаут. Ты вообще перестал за это? Представляешь? Что ты чувствуешь? Да я чем-нибудь. Ну что ты чувствуешь, Мессесси? Я не должен ему. Я не должен никому ничего. Да мы скоро уезжаем, но вообще скоро мы вверху отсюда. Понимаешь, Джимми, он... Джимми это ревнивая жена, он тебя не отпустит, он в тебя влюблен, я тебе это говорила. Не надо мне, пожалуйста, больше про Джимми. Хорошо? Договорились? Мартина? Да мне все равно. Ну реально, мне все равно. Что ты хранишь в сейфе? Чего? Там в сейфе. В сейфе. 32 бис с двойным замком и двойной комбинацией. Ничего. Нет. Нет. Там что-то есть. Так я же тебе сказала. Я его купила, чтобы что-то выгодно было. Нет. Ты же сказала, что ты не покупаешь того, что тебе, блин, нахрен не надо. Да. Ну. Я сказала, я сделаю импульсивную покупку. Ну как все женщины поступают. Я просто купила то, что мне не нужно было. Что? Подожди. Подожди. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Нет. Я тебе скажу, что ты хочешь. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала. Тебе, дарилок, притим и показать мне! Нет. Тебе, сука, что, блядь, нахрен надо! А что такое? Что, у вас какие-то проблемы, что ли, там? Что-то не так, что ли? Дегей, не надо ты на меня только не сердись. Ты чего? Я же понимаю, что ты мне дал хороший удар в голову, но я это заслужил. Я же как старый телевизор, да? Пока по башке не дашь, он не заработает как следует. Ну, еб-то, вот дай ее по башке! Ну, а ко мне вот как видите? Давай, да, а что ты побежал-то? Куда ты побежал? Останься здесь. Ты же хотела остаться. Мне вещи надо собрать. А я вижу. Только не говорите мне, что у вас все идеально, что вы совершенно, да? Я же вижу, очень ясно. Иногда я вижу вещи, которые... Партина! Чего? Подожди, не уходи, вот, смотри. Вот, я тут принес. Вот. Это тебе. И вот. Вот это тоже тебе. На. О, это душистые, прям новые действия. Это очень дорогое, кстати. Это везде, куда бы вы ни пошли. Спасибо. Это везде, где есть комары, куда бы вы ни пошли. Мигель, я тебе обещаю. Все, 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 тихо, все, все. Я обещаю, я больше не буду даемываться на тебя. Надо, понимаешь, спокойно. Тихо. Партина. Сни меня. Послушайте. Давайте попробуем вот заново, да, все вместе, сначала. Мы же можем все вместе, втрою, да? Вы же не собираетесь меня здесь одного оставить? Вот со всеми вот этими сейфами, со всей этой хуйней. Серьезно? Я взял билеты в кино. Давайте, вот. Я, пожалуй, мне вещи. Давай. Надо. Почему? Мартина, мы же можем все вместе остаться друзьями, правда? Ну, просто единственное, что у меня есть. У меня больше, кроме вас, никого нет. Мартина могла бы познакомить меня со своими друзьями. Какие у меня друзья на работе? У меня я воняю, у меня нет друзей. Вот я об этом же... Просто вы не можете сказать нет, не сейчас, правда. Вы же не можете сказать нет. Вы не можете сказать нет, потому что опять получается это все? Ну, начинай, я не прошу. Вы все, что у меня есть. Я не могу здесь остаться один, понимаете? Давайте пойдем в кино просто все вместе. Что, мне не надо? Ну, потому что если вы не собираетесь вернуться, если вы как бы собираетесь здесь остаться, то это получается как бы прощание. Так? Пока. Пошли в кино и на ужин, все. Пошли в кино и на ужин, серьезно. Даже не смотри на меня. Слушайте, ну в конце концов, что вы, блядь, что вы, я что, вы боитесь, что я вас съем, что ли? Ну, вы, блядь, да вы должны быть благодарными мне. Я единственный идиот, блядь, на этой земле, который зовет в кино, сука, однорукого, придурка, мудака, блядь, и вот эту боющее стилище нашлю. Я, пожалуйста, их дома останусь. Блядь, че ты вот, че ты, че ты ржешь-то, объясняй мне? Почему, почему ты, почему ты позволяешь собой управлять? Блядь, ты мудака-то, руки! Ты должен сейчас взять и пойти со мной. Ты не можешь оставить меня здесь, это нечестно. Это нечестно, понимаешь? Ты должен сейчас просто взять и пойти со мной, я не справлюсь там один со всеми вот этой трехомудией, понимаешь, блядь? Это мой инфор. Я не справлюсь с этим. Мигель. Нет. Ну, ё-моё. Ну, Мигель. Мигель. Берите, а. Мигель. Пойдем. Скоро. Скоро. Да, я поняла. Я поняла. Как? Придем. Мигель. Там маленькая, да? Мг. Мигель. Мигель. Пойдем. Мигель. 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 Продолжение следует... 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 Как ты думаешь, мы можем открыть этот сейф? Нет, это невозможно. Если не знаешь комбинацию, то невозможно. У нас лучшие сейфы. У нас лучшие сейфы. А я видел вас. Ты о чем? Вы были на диване, и ты еще повернулся и посмотрел на меня. Слушай, есть вещи, которые, знаешь, они не такие на самом деле, какими кажутся, понимаешь? А я бежал оттуда. Вниз несколько улиц, либо бежал, 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 кричал. Было однажды, когда я так кричал. Нет, я могу простить тебя, потому что ты способен на такое, а я... Я не мог спать, когда ты с ней, сука, блядь, я не мог жрать, я срать, блядь, ничего не мог делать, пока ты с ней. Она мне сказал, что она любит тебя, понимаешь? Что ты для нее все, она мне сказала. Сказал, что мы будем друзьями все трое. Блядь, ну есть вещи, когда я просто... Я бываю очень зол, понимаешь? Я бываю очень зол. Я веду себя, как дурак, понимаешь? А если мы нальем сюда кислоты, знаешь, что про кислоту? Я вернулся, уже была ночь. Она спала, а ее ноги были широко разведены. Да, я дал ей снотворное, я дал, снотворное, которое доктор Грис использует то же самое, что для своей жены. Блядь, снотворное ей дал, блядь. Я у нее спросил, а что в сейфе? Ну, ответь мне, что там? Она спит. Я тогда пытался открыть его, а она спит. Я ударил ее сейфом по голове. Я ударил, 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 ударил. Когда я понял, что я сделал, ее лица больше не было. Я чувствовал, что там что-то есть. Я вас тут раз спрашивал. Я утром, мать. Потом я лежал с ней, рядом с ней, на секунду закрыл глаза и уснул. А проснулся, все еще ночью, а она не двигается, ее лицо разрушено. А почему ты меня не убьешь? Тебя же нас будут ловить. Это не имеет никакого значения. Послушай, давай уйдем вместе, а? Мигель. Мигель. Слышишь? Я просто боюсь тебя. Просто боюсь. Важно. Тут было. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...